Акваменю Итак, внешне это полиэтиленовый пакет с клапаном, что очень хорошо, то есть ни капли не испарится, то есть все будет храниться в недрах этого заветного пакетика. Имеются наклейки с описанием, с расписанными преимуществами этого продукта, все на русском языке, имеется даже срок годности, это тоже очень хорошо. И да, 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 внешне это шары, прозрачные шары, орбизы. Ладно, хоть они не цветные, как у фудфарма все дело было, здесь хоть есть какая-то имитация воды. Взвешиваем и обнаруживаем, что все нормально. По объему 350 мл, то есть где-то 350 граммов должно весить, все здесь хорошо. Я вам хочу напомнить, друзья, что на канале уже был сравнительный обзор гидрогеля из фикс прайса за 19,50. Вес этого гидрогеля был 10 граммов. И вот этой вот сухой воды от фудфарма. И тогда мы фудфарм разнесли в пух и прах. Почему? Потому что это капец как невыгодно и неэффективно. Итак, внутри этого полиэтиленового пакетика с клапаном находится у нас поилочка. Это небольшая корыца-плошечка из дешманского пластика, но на мой взгляд она удобнее, чем соусница. Почему? Потому что обеспечивает доступ гораздо большему количеству усатых голов. Давайте посмотрим внешне, как все это дело выглядит. А я вам тем временем напомню, что у нас в 100 мл замоченного гидра вот этого геля, шаров водяных, находится примерно 1,5-2 грамма сухих шариков Орбис. То есть у нас во всей вот этой упаковке в 350 мл объемом находится примерно 5-7 граммов сухого вещества. И стоит это добро почти 400 рублей. Друзья, 400 рублей за 5-7 граммов. Я вам напомню, что в фикс-прайсе пакетик гидрогеля массой 10 грамм стоит 19,50. Как вы понимаете, разница здесь у нас практически в 40 раз. Отсюда возникает вопрос, а зачем платить больше в 40 раз? Плошечка? Да я могу и просто без плошечки в крышечку какую-нибудь насыпать, да соусницу купить за 2,50 использовать. Да вообще просто на пол насыпать, и тараканы сами будут все это дело жевать. То есть в чем преимущество-то этого продукта? Вы можете те же самые Орбизы, да цветные, да голубые, хоть вообще любого цвета найти в Китае и заказать. Это вам выйдет дешевле намного. То есть платить за вот такой вот пакетик объемом 350 миллилитров, то есть это грубо говоря 350 миллилитров воды. Я вам так скажу, что вот эту плошечку, вот эти тараканы, они сожрут очень быстро. Она уйдет за один день. То есть вот это вот количество, которое я насыпал, показал вам, и вот сейчас сюда поставил, ее тараканы сожрут за один день. То есть мне на следующий день столько же нужно будет сюда насыпать этих шаров. И таким образом у меня просто деньги будут улетать с какой-то космической скоростью на этих тараканов. Мне, ну как разводчику кормовых культур, проще и эффективнее и быстрее и в плане дешевизны выгоднее покупать обычный самый гидрогелес фикс прайса. Плюсом ко всему, он более удобен в том плане, что занимает весь объем пложки. То есть здесь у меня все-таки шарики, есть какие-то промежности, да, между шарами. Но опять-таки гидрогель вы просто взяли, насыпали, замочили и без проблем. И он дешевле, и не надо париться с какими-то пложками пластиковыми из дешманского пластика. Отсюда хочу подытожить, что покупать, либо не покупать эти водяные шары, выбор, естественно, за вами. Но я бы себе покупать не стал. Почему? Потому что дорого. На этом все. С вами был Aquaman. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья!